Елена, Таня, Илюша и Олег, и мы имеем возможность просто вживую спросить, если у вас будут вопросы, я думаю, девушки расскажут с вами. Но я хотела сказать, в самом начале, забегая вперёд, что когда мы делали это видео, мы просили девчонок просто что-то сказать, ну какие-то дать интервью маленькие, и мы не знали, что они там говорили, потому что, естественно, мы выходили, оставляли их один на один, и поэтому для нас было большим сюрпризом. Когда я услышала, как говорит Таня, и как говорит Лена, у меня, честно, в этот момент потекли слёзы, потому что я подумала, что это какая-то огромная благодарность, прежде всего, от меня к ним и от них к нам, и это, наверное, стоило всего, что мы делали эти четыре года. Поэтому я хотела бы ещё раз сказать им огромное спасибо за то, что они у нас такие прекрасные есть. Они у нас, правда, выделяются среди всех детей, они у нас особенные. Четыре года назад мы решили, больше, пять лет назад мы решили сделать такую общественную организацию, которая бы занималась помощью детям, которые нуждаются в помощи, матерям-одиночкам. Потом мы услышали розальбу, которая приехала в Киев и рассказала о своём опыте создания центра, и подумали, что мы бы хотели что-то похожее сделать в кайфе. Но мы не стали заниматься матерями-одиночками, мы познакомились удачно с Таней, с Леной, с Василием Евгеньевичем Сидином, и с этого, собственно говоря, всё и началось, началась наша дружка. На предыдущем слайде было, ну это мы, с нами не только тут Иины, ну только, нет половины. Иины, Оли и... А, с нами тут нет Иины, Оли и Анны Карминати, которая, конечно, является такой итальянской жемчужиной нашей организации. Вот. Ну, в мой тут есть, да? Конечно, да. Принципы нашей организации вы слушали, поэтому я не буду на них подробно останавливаться. Мы расскажем, как у нас всё это началось. Василий Евгеньевич просто обратился к Александру Семеновичу, а может быть, вы расскажите. Можно я расскажу два слова. В нашем городе был великий, жил великий человек Василий Евгеньевич Сидин, который был другом Ковчега, и здесь проходили некоторые спектакли его театра Тиму. И мы очень дружили, и уже перед его смертью, не за двух, а до смерти, он умер от рака. И он встретился со мной и сказал, что, знаешь, мы, конечно, должны помочь нашим детям получить какую-то надежду, потому что у них такие обстоятельства, что, какими бы они ни были прекрасными, они не справятся с жизнью. Но всё-таки, конечно, им можно помочь с учёбой, конечно, можно помочь финансово, конечно, можно помочь просто дружбой. Но есть вещь, без которой они не справятся, а я не знаю, как это сделать. И если можешь, помоги, им действительно нужен дом. Я думаю, что это совершенно, он тогда сказал, что это совершенно фантастически, это утопия. Я всё понимаю, что вряд ли когда-то в этой стране будут строить дома для таких детей, но всё-таки, если нету дома, где ты можешь принимать гостей, жизнь не может быть полной. И это была просто просьба, которая совпала с началом того, что мы начали делать, как и Манус. Наши девочки, Таня, Лена, Олег, мальчики Олег, Илья, они все так или иначе были воспитанниками и участниками этого театра. И действительно начиналось всё с дружбы с Василием Георгиевичем. Вот, но у нас есть не только социальное направление, и Маус, мы как-то создавали, мы подумали, ну что мы можем предложить городу что-то, что мы можем предложить нового, чего нет. У нас, само собой, вот как бы сначала делали практику, сначала делали какие-то проекты маленькие, сначала было действие, а потом из этого рождались какие-то красивые проекты. Но прежде всего всегда была встреча и знакомство с конкретным человеком. Так у нас получилось, что у нас в организации тесно переклетены три направления. Социальное, культурное и образовательное. То есть это не отдельно, они существуют каждый сам по себе, а они как бы друг друга входят, дополняют, переклетаются. Из социальных проектов самый главный наш Локаза Воланте, о котором мы сейчас говорили, Дети надежды и совместный проект с Бомбиня-де-Лес. Позже, если будут вопросы, я вам расскажу. Культурное — это данный центр, который проводит выставки, встречи, какие-то культурные фестивали. Мы тоже немножко позже остановимся поподробнее. И образовательное — это наш активный университет ИОН, который предлагает образовательные курсы для жителей города. Я хочу просто рассказать вам обычную историю, как у нас это началось, потому что все тут друзья, и мне важно с вами просто поделиться той красотой, которая у нас получилась. Начиналось, конечно, с того, что мы просто... Розальба привезла Филиппа и Леда, вы видели их на видео. И они нам просто увидели, познакомились с Таней и с Леной. И, конечно, наши девочки их покорили, потому что невозможно было не влюбиться в них. И они просто сказали, мы готовы вам помогать, сколько вам нужно первоначально, какой капитал для того, чтобы хотя бы снимать квартиру там первое время. И таким образом у нас появилась возможность снимать для девочек квартиру. Параллельно с этим у нас были занятия в интернате с детьми, которые должны были поступать, потому что самая большая проблема, с которой мы столкнулись, это то, что дети в интернате после выхода из него остаются один на один, и как бы они растерянные, потому что они не знают, куда им уйти. Очень часто их желания не соответствуют с их возможностями. И наоборот, есть очень большие возможности, но педагоги и преподавательский состав не видят этих возможностей, не видят этого потенциала. И поэтому часто дети попадают в тот вуз, куда бы они не хотели пойти, а просто их определили. Мы начали ходить заниматься с детьми по основным предметам, именно для того, чтобы они могли поступить в то высшее учебное заведение, или среднее, техническое, которое они сами выбирали. И, собственно говоря, вот Таню и Лену, Таня, Лена закончила техникум, и после этого перешла в этот дом, а Таня сразу после интерната, да? Да, Танюша? Вот. Ну, цели проекта понятны, что мы не предлагаем им... То есть это не место, где они могут прийти, и мы всё за них делаем, вы это слышали. Это место, где Таня и Лена начали жить обычной взрослой жизнью, каждый день сталкиваясь с какими-то трудностями. Они не знали, как готовить, как убирать, может быть, знали, но делали что-то не так. У них было много своих вопросов. Я думаю, что даже были вопросы по поводу освоения своего личного пространства, общения друг с другом, гостеприимства и так далее. И постепенно, когда мы начали просто жить день за днём, не ставить какие-то огромные цели впереди, просто жить каждым днём для того, чтобы вместе с этими детьми разделять и учиться у них очень многому, и дарить то, что мы можем им подарить, то, чему мы можем их научить. Я хочу сказать огромное спасибо друзьям, и Тане, и Лене, которые приходят, и каждую пятницу рассказывают нам... То есть пространство не позволяет принять всех детей. Поэтому у нас живут Таня и Лена, но к ним приходят часто их друзья из интерната, которые с ними вместе годом раньше, позже закончили, и рассказывают нам о своих радостях, проблемах. И таким образом мы можем быть вовлечёнными в их жизнь. Но также я хотела сказать огромное спасибо этим людям, которые приходят к нам, которые стали уже большими друзьями, и которые вы видели в видео. Я не буду причесать, потому что я точно кого-то забуду, и потом мне будет очень стыдно. Но я вам скажу, что их очень огромное количество, и это правда. И итальянцы, и французы, и англичане. Вот последние приезжали Сильвио, Ирма и Николу, и это была удивительная встреча, потому что все уходят покорёнными тем, что они видят в этом месте. Ну, то, что я сказала, да, что мы просто учимся готовить, организовываем. То есть единственное какое-то наше такое жёсткое правило к девочкам по поводу пребывания в этом центре, это то, что они должны учиться. Они должны учиться для того, чтобы получить профессию. Почему 5 лет? То есть это время обучения высшим учебным заведением для того, чтобы они могли получить профессию, за это время они могли бы научиться каким-то навыкам жизненно необходимым и выйти уже более подготовленными в самостоятельную жизнь. В 2013 году в Италии прошла Рождественская акция, в рамках которой собрали деньги на Эмаус, и мы решили в этом году приобрести вот эту квартиру, которую вы видели тоже в видео. Эта квартира не очень большая, но и в принципе немаленькая, что позволяет нам уже взять на постоянное проживание четверых девушек и больше пространства для того, чтобы друзья приходили на образовательные курсы, на все лекционные программы, которые мы предлагаем в рамках этого проекта. Ну и то, что мы ищем, вы тоже прекрасно услышали, что, конечно, мы ищем прежде всего партнеров, потому что главным принципом нашей организации не является, что мы думаем, что мы сейчас сами в одиночку справимся и спасем весь мир. Нет, мы так не думаем, поэтому мы ищем действительно партнеров, которые могли бы с нами поделиться своим опытом и рассказать, как они решают эти проблемы, а мы прислушаться и поделиться своим опытом. Поэтому прежде всего мы ищем действительно партнеров, друзей и студентов-волонтеров, которые будут с радостью приходить и заниматься с нашими детьми, и тем самым тоже получать какую-то преподавательскую практику сами для себя. Ну и, конечно, финансовую поддержку тоже. Вот, а стремимся мы, Илюши тут нет, но у нас все время как-то сердце болит за то, что мы девочек как-то опекаем, а мальчиков мы пока еще не можем так вот опекаться их жизнью каждый день. Поэтому мы мечтаем, конечно, создать такой же центр для мальчиков, ну и развивать в дальнейшем проект уже и для девочек, и для мальчиков. Важность проекта, я думаю, что я не буду много говорить. Это понятно, потому что дети, которые остаются выброшены, я скажу громко, но они действительно выходят и сталкиваются с этой реальностью и не понимают, как дальше идти, что с этим делать. Кто-то там теряет деньги за короткий промежуток, кто-то попадает в какую-то ситуацию. Нет взрослого, который мог бы хотя бы помочь советам, нет друзей, к которым можно обратиться, нет места, куда ты можешь прийти. И поэтому на самом деле это огромная проблема, потому что, к сожалению, вот мы в Хариколе встречались с Романом Моробяном, он тоже сказал, что сейчас на государственном уровне решается проблема того, что хотят расформировать интернаты, но не могут придумать альтернативу, то есть куда, что сделать. И они решили, что они готовы попробовать какие-то вот такие маленькие формы совместного проживания, где будут жить максимум пять детей, для того, чтобы это был всё-таки не интернат, а это было уже место, где они учатся изначально всему сами, а не так, как они получают всё время, всё готово, а все 10 лет они просто не сталкиваются с реальной жизнью. Поэтому наш проект, он может стать как бы лабораторией, которая уже вот так постепенно-постепенно, не зная, не имея никаких примеров, не имея никаких алгоритмов, мы просто каждый день живём, проживаем, и поэтому какой-то опыт мы именно приобретаем, именно через каждый день, ну, через вовлечённость в жизнь этих детей каждый день. Вот. И Александр, скажите, вам, да, наше новое проект. Знаете, я одного участника, и я очень сегодня, и я хотел бы попросить в конце, если можно, от Идиму рассказать о своих впечатлениях, потому что они много раз приезжали в Харьков, как-то видели всю эту историю изнутри, просто интересно ваше свидетельство, и мы просили Лену, Таню и всех, может быть, Олег, если забудешь что-то сказать, почему. Потому что вот мы сейчас говорим с друзьями, вы, наверное, не раз были на таких презентациях каких-то, социальных проектов, всегда после них остаётся такое чувство какой-то недосказанности, как будто бы это работа, какие-то обязанности. Конечно, это институция, но как с любым, действительно мы переживаем нехватку институций, но очень важно убедить, откуда они рождаются, эти институции. В какой-то степени для нас очень важно, что всё это рождается из очень конкретной встречи с очень конкретным человеком. Вот мои, например, лекции детские, какие-то попытки преподавать у детей, родились, я знаю, где, в больнице, когда Лена готовилась к поступлению, и мы с ней решили заниматься математикой. Вот тогда я понял, насколько это для меня важно. И, конечно, можно создавать проекты, писать гранты, это всё надо делать, но всё-таки, мне кажется, нужно видеть, для нас видеть, что многие вещи рождаются просто от того, что ты встречаешь дружбу с одним человеком, с двумя человеками, и начинаются какие-то совершенно живые, глубокие отношения. Поэтому это ни в коей мере не презентация просто социального проекта, это действительно для нас какой-то праздник дружбы с Леной, Таней и их друзьями. И когда мы начали заниматься действительно этим приключением дружбы с детьми из театра Тимур, из интерната, то оказалось, что вообще что-то можно передать кому-нибудь. Детям, не только потому, что ты профессионал, преподаватель, работаешь в университете, ты можешь передать на самом деле только то, что ты сам по-настоящему будешь. И если ты не учишься, то ты не можешь быть учителем. Это очень простой принцип, но часто в нашем обществе это разводится. Поэтому мы очень сознательно выбрали то, вот это переплетение трёх вещей, о которых говорила Лали, но мы действительно настаиваем на том, что в нашем обществе есть беда. У нас отдельно где-то существуют волонтёры, где-то отдельно существуют деятели культуры, где-то отдельно существует образование, школа, университеты. И эти три вещи гуляют по отдельности. Мы хотели своей организацией маленькими шагами, маленькими делами показать, насколько продуктивно эти вещи не разделять. Вот, например, наш социальный проект построен только на том, что мы предлагаем образовательное предложение. Если у человека есть желание учиться и свою жизнь открывать через образование, именно это мы можем предложить по простой причине. Мы все сами так или иначе связаны с системой образования. Мы все преподаем. И поэтому это очень просто. Это не то, чтобы мы великие профессиональные волонтёры или социальные работники. И поэтому у нас родилось образовательное предложение, которое до сих пор очень нравится. Оно так появилось. Мы просто поняли, что когда современные студенты, преподаватели живут даже в таком университетском городе, как Харьков, всегда есть огромные лакуны в образовании. Например, если я хочу прослушать курс искусства возрождения итальянского, где я могу это сделать? В университете нет, в консерватории нет. Что делать? И тогда возникла инициатива снизу. Настя и еще несколько друзей, ребят, просто предложили снимать помещение в складчину, в центре города, где у нас сейчас офис на улице Дарвина. Это подвал. Может быть, он здесь где-то обязательно появится. Да, помню. Подвал, где формула была такая. Мы сделали университет Иона, и тогда сами не понимали, до какой степени это правильный выбор Иона, потому что подвал, это как будто в чреве кита, занимаясь тем, что, на первый взгляд, далеко от злободневных проблем общества, но на самом деле вводит нас в сердце образования. Мы начали приглашать преподавателей, которые соединяют несоединимое в себе, компетентность и способность преподавать ярко, так, чтобы можно было заражать, а не только передавать информацию. Как сказала одна наша знакомая, Мариэла Карлотти, наша задача не в том, чтобы наполнять сосуды, а в том, чтобы зажигать огонь. Вот наш университет, он в этом смысле немножко похож на училище пожарников, но не наоборот. Там тушат мы зажигаем. И это преподаватели и курсы, которые мы прочитали за эти годы. Это курсы лекций, примерно по 5 лекций, по 3, но были плакаты до этого, репертуар от курсов по комиксам до богословских курсов, философских курсов. Может быть, вы видели тут на фотографиях наших друзей курсы Эйнштейн, история вещей, каллиграфия, история искусства. То есть это очень широкое культурное предложение, которое сегодня не может обеспечить и на самом деле никогда не может обеспечить система образования. Прикодаватели работают на лодку. Да, да, да. Нет, не только. Расскажу. Хороший вопрос. Как? Концерты, встречи, выставки. Звучит громко, но маленькая общественная организация. Что может предложить? Концерты, встречи, выставки. И мы начали... Конечно, к нам приезжали друзья, но мы всегда этим делились. Мы организовали большие лекции в университете, в других местах. Это вот, например, Кирилл Звегенцов играет Валентина Васильевича Сильвестрова для своего папы. Эта история для нас очень дорога. У Кирилла есть папа, который живет в Аскаде Новое. И они каждый год на день рождения приезжают к папе. И чтобы подарить подарок из Швейцарии, Кирилл играет концерт. Нас спросили, а у вас есть знакомый рояль? Нормальный. Был знакомый рояль. Мы пригласили друзей. Это был первый концерт. Через год это был большой концерт в консерватории, где Кирилл играл Оливье Мессиана на католическое Рождество. И это очень, как сказать, понятная и простая формула о проведении современных таких событий, как концерты и выставки. Дальше. Харьковские встречи. Примерно раз в год у нас сейчас получается делать семинары, приглашать таких людей, как Мирослав Владимирович Попович. Там дальше есть такая отличная фотография. Когда Петербург Мирослав Владимирович два дня провел с нами, провел целый цикл семинаров, на которых можно было обсудить то, что действительно нам кажется наиболее актуальным. Следующий наш гость был Анатолий Валерьянович Ахутин, тоже гость лишний. И мы очень ждем Ольгу Александровну Седокову. И, наконец, уже второй раз нам удалось провести в городе Харьков. Это ты? Нет. Я? Нет? А, ладно. Нам удалось провести то, что мы называем Данте-фест. Это, ну, представьте, что это звучит немножко странно. Недалеко военные действия, зона АТО. И в 2014 году был первый раз случай, когда на Пасху к нам приехали друзья из Италии. И мы решили, что все-таки мы должны попробовать делать фестиваль, но фестиваль Данте. Нам говорили, ну, сумасшедшие, что при чем тут Данте? Можете о чем-то говорить более актуальным, живым. И нам хотелось показать, что на очень многие вещи нашей жизни мы можем смотреть с помощью классика. Классик может быть проводником прямо в сердце наших проблем. И первый фестиваль получился. И получилось сотрудничать с Харьковским триеннале графического дизайна и экологического плаката. Четвертый блок. Это очень известный фестиваль, посвященный Чернобылю и экологическому плакату. И в 2015 году они выбрали тему Данте-Ат для того, чтобы предложить это как номинацию на конкурсе. И получился наш совместный проект. Впервые получилось. Сколько плакатов, я не помню. 30 человек. А сколько? Ну, 35 вошло в альбом плакатов, посвященных Данте. Это выставка потом путешествовала еще в Италию. И этот фестиваль нам предстоит сделать осенью. О нем сейчас Настя расскажет. Это уже завершающий, я расскажу очень быстро о фестивале, который мы готовим на самом деле уже в течение всего этого года. И готовим они сами, а в том числе и с присутствующими здесь киеврянами, с Духовидрой и с фондом Фибио-Аспиранца. Идея этого фестиваля зародилась в прошлом летом, в августе на Большом культурном фестивале в Италии. Мы побывали все вместе на концерте. И Александру Семеновичу, Константину Борисовичу пришла в голову идея привезти этих итальянский хор мужской, который поет военные песни, то есть репротуар военных песен альпийских стряков, привезти его в Украину. И как бы эта идея была подхвачена всеми ее окружающими, собственно, Константину Борисовичу и Александру Семеновичу. И мы как бы превратили это все в большой проект, фестиваль, который состоится в Харькове и в Киеве с 30 по 3 октября. Два слова я просто скажу, что вот эта идея зародилась, собственно говоря, культурного жеста из-за концерта, но сразу же мы как-то вспомнили благодаря нашим итальянским друзьям историю одного священника католического, который блаженный, надеюсь, причислен к лику святых, которого зовут Дон Карл Ланек, его там была ему протокарфия. Собственно, его история нас очень сильно поразила, потому что он прошел Вторую мировую войну в составе итальянской армии, корпус альпийских стрелков был здесь на территории Гурской, Белгородской, Харьковской области, полтора года служил капеланом, очень видел много, естественно, смертей, страданий всего остального. Написал об этом дневник, который в двух элитаре был переведен и будет состоит компрезентация через октябрь сентября, потом покажу программу чуть подробнее. Но если понравится сказать, то вот Дон Карл Ланек это священник, который прошел войну и вернувшись в, скажем так, разгромленную послевоенную талию, он отказался от своего призвания быть преподавателем в богатом миланском лицине, а стал заниматься детьми-инвалидами, то есть детьми, которые остались без родителей, которые взрывались там на минах в послевоенное время. Он прожил всего 9 лет после войны, но за это время он успел построить больше 20 центров для таких детей и вообще превратил, то есть он был огромным, скажем так, мы его называем менеджером милосердия, потому что он за эти 9 лет успел убедить всю Италию и даже Европу в том, что эти дети это не потерянное поколение, а поколение, которым все должны любить и опекаться. Собственно говоря, он ввел очень многие принципы социальной работы в Европу, которая на то время не справлялась с ними ни церковь, ни социум. И вот, например, такие вещи делали, на этой фотографии вы видите, как он уговорил одного пилота объедеть вокруг всего мира с огромным транспарантом, в общем, собирать деньги на детей в аниме, ну и так далее, и так далее, и так далее, сможешь показать. Я хочу просто вас всех пригласить к этому фестивалю, потому что там будет очень много разных событий, достаточно мелко видно, но в общем самое важное это то, что в Киеве в пятницу, как бы, внутри Успенских чтений совместно с Духлитрой и фондом Дети Надежды будет проведен большой концерт итальянского мужского хора с, собственно, репертуаром «Сердце больше, чем война» и презентация двух книг Дона Карло, его военного дневника, в котором в том числе есть и свидетельства его встречи с украинскими священниками в Соло, когда армия останавливалась, итальянская армия останавливалась в ходе военных действий. И вторая книга, которая лично меня очень сильно поразила, я считаю, что она сейчас в наших обстоятельствах важна, принципиально важна знакомству с ней нашему обществу, она называется «Педагогика невинной боли», это буквально 12-страничный текст о значении, который этот священник Дон Карло надавал, значение, которое он придавал невинной детской боли, то есть тому, чему мы обычно, то, что обычно скандализируют, и мы говорим давай, как же ребенок страдает, из-за чего, он же не грешен, он же ничего не сделал, лучше бы я страдал, вот, а он эту боль, очень простой пример приведу, как он ее, как он придает ей вселенское мировое значение, например, этих детей, с которыми он жил, вот так вот постоянно в этих центрах лепетационных, и попадая в больницы, он уговаривал не плакать, и за то, что они не будут плакать, когда им делают уколы, операцию, или какие-то еще вещи, когда они там начинают просто так плакать, он им говорил, если вы не будете плакать, я подарю вам бусинку, и таким образом дети, как бы, сохраняли свои слезы, не плача, собирали эти бусинки, а после, ну, в течение какого-то времени они сделали огромное панно из этих бусинок, слез, сохраненных детей, и повезли папе, как бы, и подарили, объяснив, что это не просто детское искусство, а, ну, как бы, сохраненное детское, как бы, страдание, которое было кому-то подарено, естественно, папа был расстроен и плакал, но потому что, вот, будет эта книга по-русски, и будет ее презентация, его буквально три дня назад мы узнали, что на презентацию приедет, как бы, надеюсь, он уже вроде как подтвердил один, он сейчас уже дедушка, а в то время, когда Дон Карло Неки умирал, ему было 9 лет, и он был мальчиком, которому Дон Карло оставил свою роговицу, то есть, умирая, это еще не было, тогда это было противозаконно, не было никакой законов о возможности решать свои органы, но он позвал друга медика и сказал, ты готов пойти на это противозаконное действие, и, собственно, таким образом, мы, как бы, знают, что он умрет, вот они осуществили, в общем, эту операцию, и этот человек к нам приедет, его зовут Силя Пологранный, он будет в Киеве, в Харькове он, наверное, не доедет, потому что он вообще ездит, у него мало времени, но в Киеве он будет на презентации книжки, потом в Харькове вот у нас будет большая высовка о его социальных делах, которая будет отдаваться, скорее всего, с надеждой, которая никогда не перестает, это будет просто его история, как он это делал, его отношения с политикой, как ему все удавалось, его записи, дневниковые, ну, в общем, будет так быстро, потом 2 октября, я уже заканчиваю, извините, привезут, привезут, как бы, католическому собору в Харькове будут подарены реликвии, которые будут сопровождаться, ну, мы пока не знаем, кем они будут сопровождаться, но кем-то из миланского, диоса, как бы сказать, епархии, епархии, извините, я уже не соображаю, просто, епархии, миланской, миланской, вот, и 3 октября мы сделаем тоже большую конференцию, на которой, мы надеемся, будут присутствовать представители фонда Дона Карла, то есть это люди, которые после его смерти в течение 50 лет продолжают социальные дела в Италии, и надеюсь, что там еще будет несколько встреч, тоже с воинами АТО и нашими друзьями из центра реабилитации, о котором только что Ланя рассказывал, которые нам помогают в проекте Газобаланты и занимаются, собственно говоря, проблемами физической реабилитации, людей, у которых практически ничего не двигается, и они вот так вот, ну, как бы, готовы с нами быть в эти дни. Собственно, я во всех приглашаю в Харьков, почему это я все бездумаю, не к тому, чтобы в программу, а к тому, чтобы приезжайте, хотя бы какой-то день, потому что будет очень весело. Я хотела только обобщить, я подумала, что когда я увидела тему института, я именно поэтому предложила сделать презентацию нашей организации и проекта, потому что вот эта тема достоинства и милосердия, но прежде всего достоинства, она просто проходит красной нитью по каждому, в каждом из проектов, потому что, когда мы говорим о проекте Лаказа Валанта, для меня важно, чтобы мы в Харькове сталкиваемся с разными ситуациями, когда мы просим денег или когда мы презентуем проект, иногда кто-то нам может сказать, ну, вот у вас квартира, 120 квадратных метров, почему там будет жить только 4 ребенка, вот у вас должно там жить как минимум 8 детей. Для меня это сразу вопрос этого достоин уровня жизни, то есть мы не делаем просто, чтобы в 120 квадратных метров жило на 10 метрах один ребенок, и это будет ужасно, потому что мы не к этому стремимся, мы стремимся действительно разделить всю полноту и красоту жизни вместе с ними, но тем же самым подарить им это достойное их жизни жилье, достойное их жизни друзей, достойно их самих тот путь, который они сами выбирают. Поэтому, конечно, тема достоинства именно в этом проекте для нас одно из самых важных является. Ну и точно так же с образовательным проектом, но когда говорили про Данте фестиваль, я вспомнила, что действительно, когда говорили, почему Данте, мы вспомнили опять-таки то, что Данте это учитель надежды, учитель прежде всего достоинства опять-таки гражданского и формирования этого общества, что мы не можем, конечно, закрывать глаза на то, что и говорить, что в нашем обществе нет никаких проблем, и в принципе государство справляется, и этим детям ничего не надо. Но на самом деле это неправильно, неправда, потому что каждый из нас может сделать какую-то маленькую вещь, которая будет для них большим подарком и прежде всего будет воспитывать нас, потому что мы все за эти пять лет поменялись очень сильно. Каждый день, живя и свидетельствуя, разделяя жизнь с детьми, мы можем просто видеть, как они нас меняют. Вот, но я хотела сказать, что, хотела бы попросить сказать несколько слов о Тане и Лене. Можно пока не идут, я только одно скажу, чтобы мы понимали, в какой момент в нашей истории Мауса мы все оказались в Лишне, вместе. Просто вы видели, что вся эта история в какой-то степени началась из дружбы с Калифой и Ледой, и сейчас, это правда чудо, Лена и Таня сразу из Лишне, завтра, первый раз в жизни уедут в этапе. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому Таня уже готова делать доклад, будет в Альянске, но пока по-русски, из милосердия. Я очень рада, что я буду поделиться своим опытом, своей радостью, потому что я, прежде всего, расскажу о своем опыте, я хочу рассказать, как я пришла к вере, как я поверила в Бога. Началось это все с театра, это с Василия Евгеньевича. Я просто видела в этом человеке, что он настолько жаждет, настолько любит детей, как своих. Мне это очень тронуло, это перевернуло всю мою жизнь, мой взгляд на жизнь, на его мировоззрение, как относиться к окружающим, ближним. Показал пример, как любить показал. И потом этот опыт дружбы, я познакомилась с Ларей, с Александром Семеновичем, с итальянцем, с Колбы, с прочими друзьями. И я очень рада, что Господь меня ведет по жизни, что Он меня не оставляет, что Он дает мне всегда, каждый день духовно развиваться. Что только опыт дружбы, только опыт любви дает силы духовно расти, потому что без любви ничего невозможно. И находясь в этом проекте, я стала более уверенной в себе. Я стала как-то по-другому относиться на мир, потому что я, когда была в школе, я, честно говоря, боялась выйти из своих пределов. Мне пугала эта неизвестность, мне пугала, что Он меня ждет дальше, как у меня всегда все сложится. И я, как говорится, поизволила была на такой момент, сейчас уже более-менее. И эта дружба дала мне больше ощущать присутствие Бога, двигаться вперед, помогать нуждающимся силы. Потом я еще познакомилась с Дом Сердца, и мне очень было интересно, не только как рассказывают, как они проживают этот опыт, но мне было интересно прожить саму этот опыт. И как-то я поехала первый раз во Львов, я не помню, какой это был Горб, но я для себя открыла, что для меня Дом Сердца. Для меня Дом Сердца – это как мать Тереза, которая разделяла боль и страдание, радость, как свою боль. Вот для меня я открыла, что для меня Дом Сердца. И как-то мы пошли в постаревые дома, где живут бабушки, дедушки одинокие. Я никогда не думала, что я увижу столько света. Там у каждой бабушки своя история. Она много в жизни перелетела. Там одна бабушка, которая потеряла сыновей, мужа, внуков. Единственное, кто остался про внук у нее. И она при этом никогда не теряет улыбку. Вот этот свет сияния глаз, это меня очень поразило. Что не сплата на свои страдания, она несет людям свет, дает надежду, что не все в жизни потеряно, что все впереди. Это дает тебе толчок, как говорится, не опускаться вниз, а духовно возрастать. И поучаствовать и хочешь тоже двинуть в этих движениях. Ты тоже хочешь этим жить, что-то помочь человеку. Но ты хочешь не просто жить ради себя любимого, а что ты хочешь именно дальше с друзьями или в плане общения делать какое-то общее дело. И это общее дело меняет многим в жизни. И каждый, допустим, кто-то обретает веру, кто-то обретает надежду. И это очень, очень приятно за этим наблюдать, потому что я сама с этим сталкиваюсь и сама поучаствую переживаю эти моменты. Спасибо за внимание. Надеюсь, вы поняли, что после Тани почти уже трудно говорить. Да, очень. Она все сказала. Поэтому Лена умеет, только потому, что они вместе живут. Ну, если я вначале хотела сказать о проекте, да, потому что когда вот, ну, когда они сказали нам о том, что будет проект, да, и что мы можем там жить, я не поверила, конечно. Потому что как-то это было сомнительно. И уже когда, как бы, я поступила в университет, да, я жила в России с Куиной, я все равно почему-то не верила в это. Но потом они сказали, ну вот, смотри, можем уже переезжать. Думаю, ну ладно. Так уже три года прошло. Как бы я думаю, что этот проект дает нам жить совершенно по-другому. Ну, как бы есть семьи, да, как бы все живут обычно. И я думаю, что такие проекты позволяют, как бы, нам видеть очень многое, да, встречать очень много людей и вообще жить по-другому. Как бы видеть реальность, как бы, не только очень жестокую, да, но совершенно другую, которой можно, как бы, жить с радостью. Что-то ничего не было. А если на своих успехах умели шутить? Ой, нет, я не буду. Ну, я сейчас уже пришла на четвертый курс, как бы... Университет Караса, на философский пункт. Там пока еще. АПЛОДИСМЕНТЫ Надо сначала закончить, поэтому. Хлопать потом. Потом я тоже поклоню. Да, ну, если вот, думаю, когда мы начали дружить Сан Семенович, да, у нас школа, как бы, интернат, да, и, как вы уже говорили, очень сложно поступить куда-либо, в университет, там, куда хочет человек сам. И это было сложно, потому что программа, она чуть-чуть, как бы, отстала, и, как бы, у нас даже не было... Ну, как бы, у нас были, знаете, мечты, там, университет, там, самый лучший, там, Кембридж и так далее. Но потом уже, когда выпускались, понимали, что, как бы, ниже, там, полик же, а техникум, как бы, нам ничего не светит. И это, действительно, как бы, нас чуть-чуть пугало. И когда вот к нам начали приходить, да, я начала заниматься с Александром Семеновичем, как бы, тогда я начала... Мы с ним проходили, как бы, в схвалах техникум, и за месяц мы проходили, там, весь кульс математики. Это было, конечно, для него ужасно, потому что Александр Семенович выделил, да, потому что я могу, что 3 часа математикой заниматься, а он, как бы, он когда-то уже закончил. И, как бы, потом, когда еще уже в техникум я начала готовиться в ЗНО, да, чтобы это было сложновато, потому что программа в нашей школе была, ну, слабенькая, и приходилось по всем предметам, по истории, брать, и, там, другим, просто проходить все за мной, весь школьный курс. Так, ну, мне, к счастью, это удалось. А, как бы, и сейчас, когда к нам очень много приходит людей, да, вот у нас каждый пятницу приходит, мы с ними общаемся, и я думаю, что это действительно очень круто, потому что каждый раз они, там, приходят и рассказывают, там, что у них было за неделю, да, там, и мы делимся впечатлениями, рассказываем. И я очень надеюсь, что, вот как в шахматной доске, там, по-отлично говорилось, что после 3-4 ходов, да, открывается, там, миллиард ходов. Также я очень надеюсь, что вот такие проекты, да, там, там, 3-2 проекта, что после них появятся так же, как в шахматной доске ходов, миллиардов, и чтобы действительно, как бы оно было с пользой, и чтобы люди могли меняться. Потому что изменить человека можно, но для этого нужно очень много трудиться. Поэтому эти проекты, они помогают нам, они нам показывают, как можно трудиться для того, чтобы изменить. Спасибо, сейчас будут вопросы. Сейчас, еще, еще раз, немножечко. Я еще познакомилась с Ирмой Никовой, и меня вдохновило, что Ирма социальный работник. Ведь я же тоже социальный работник. Для меня, я когда училась в Харькове социального работника, я думаю, ну, что социального, ну, что в ней такого класса, в жизни такого крутого дома, ну, я не, как бы, для меня, как бы, ну, технику моих не откроют для меня, что для меня социальная работа. Для меня, что для меня социальная работа, это летающая община, это дом сердца, это камнолибрационная община, это Фирма, которые на протяжении своей жизни занимаются социальной работой. Я увидела, что это не просто именно, там, это какая-то работа, а это как бы служение, что она этим горит, жаждет, как мать Тереза, как Харьковская, жажда во всем помочь. И очень, очень бывает иногда, ну, допустим, в Харькове я когда увидела соцработников, я видела это как бы, это чисто забор, ну, зарабатывание денег, я не видела это, что это для души, что им это нравится, но когда я ходу у кого-то с людьми, которые занимаются своей социальной работой, что это движение, что это движение дает им радоваться, и приятно от того, что они могут кому-то помочь, кого-то сделать счастливым, благодаря то, что Господь дает им на это силы. И вот это, и когда мы с ними познакомились, с их мальниковой поучаствовали, мы увидели в первый раз, я почувствовала, что это твои люди, ну, твои люди, твои общения. Что у меня будет ощущение, как будто я знаю их всю жизнь, настолько было так легко, и что я даже была готова раскрыться все свои карты. Обычно, ну, не знаю. Козырные, да? Да, да, да. Ну, проблема в том, что, как бы, то я не знаю, я так чувствую, я могу не каждому раскрыться, рассказать, не каждому. Бывает иногда такой барьер, напряжение там, я не могу раскрыться. Вот, а тех людей, которые чувствую, прям, ну, чувствую силу отдачи, чувствую, что в них присутствие, что Господь есть, что есть дух живой, что... И я почувствовала, что этим людям, как бы, ну, надо рассказать, там, поделиться. И это, как-то, вот это, когда ты обмениваешься опытом, и так далее, ну, как бы, это дает тебе, как-то... Залет эта социальная работа, как другими глазами. И я сказала, как бы, Ирне, что если я когда приду в Италию, чтобы она поделила свои методиками в социальной работе. Ну, мы ждем Таню в наш центр, как супер-воспитателя, фьютора, который будет знать уже эту работу от и до, сама прошла через это, поэтому, Таня, тебя ждет очень непростая, но увлекательная работа в центре Лаказа Валанта. То есть, методиками Ирны. Я очень, очень люблю итальянский язык, и я его выучу, и я найду силу его хорошенько выучить, и обязательно забуду на итальянский, да? В следующий раз, вот, увидимся на итальянском, президенте. Элена, вы переводите. Вопросы про... Вы играете с Таней в шахматы? Играли. В детстве. Сейчас нет. Я очень люблю шахматы играть, но мне не с ним играть. Олег приходит. Ты же в уме играешь, а в уме мне трудно, мне надо, чтобы фигурки видеть. Я же умею друг от друга. Ну что, вопросы? А мы лично потом зададим. Хорошо. Нам можно все-таки важный. Почему именно Эмаус? Таня, как ты думаешь, почему Эмаус? Почему Эмаус? Я знаю, что это связано с этим были евангелистами, которые был город Эмаус. Эмаус для меня это как объединение, это как движение, это силодействие веры, я считаю. Извините. Для меня Эмаус. Мне приходится всегда отвечать на это. Все спрашивают. Это имя, это аббревиатура. И всегда страшно говорить, например, в государственной администрации, что это из Евангелия. Скажут, у вас религиозный организм? Нет. Точно нет. Почему Эмаус? Потому что, конечно, это конец Евангелия от Луки, история того, как два человека оказались в совершеннейшем отчаянии. Никто им не мог помочь. И даже когда Христос был рядом, они этого не понимали и не чувствовали. Но вот однажды с ними что-то такое случилось, после чего Христос преломил с ними хлеб. И они не только его узнали, но бегом вернулись в Иерусалим, из которого они убегали в страхе. И оказалось, что для того, чтобы жизнь переменилась, времени не нужно. Нужна настоящая встреча. И поэтому наша организация, поскольку она очень маленькая, мы рассчитываем, что Бог нам позволит быть этим местом, где с людьми происходят эти встречи. И мы в этих встречах далеко не режиссеры. И даже не руки. Мы бы хотели быть теми, благодаря кому у Бога это получается. Спасибо. Спасибо. Граци ми. Граци ми.